В пятницу, во время завершения европейской торговой сессии, популярная на рынке форекс-пара пара EURUSD продолжила движение во флете. Участники рынка ожидали выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Аналитики, в свою очередь, предположили, что никаких сенсационных заявлений, скорее всего, господин Драги делать не будет, что и способствует снижению единой европейской валюты. График пары EURUSD при завершении торгов удерживал свои позиции вблизи отметки 1.1340. Индекс доллара США, в свою очередь, указал на перспективу к росту, фиксируя положение на уровне 96.60. Поддержку американской национальной валюте оказали новости о ходе переговоров между официальными представителями Пекина и Вашингтона. Обе стороны продолжают работать над поиском компромиссных решений и заключением торгового соглашения раньше 1 марта. Как стало известно, между Китаем и США еще сохраняются разногласия. Достичь договоренности – это еще половина дела. Остается создать механизмы для соблюдения сделки, а это еще дополнительное время. До начала марта, напомним, остается всего неделя. Что касается соперников американского доллара, то на рынке наблюдают за снижением доллара США против CAD. Пара USDCAD потеряла около 40 пунктов, расположившись чуть ниже позиции 1.3200. Поддержку канадской национальной валюте оказали данные по розничным продажам в Канаде. В декабре потребительская активность сократилась на 0,1%, но и такой результат оказался лучше прогнозов. В течение следующей торговой недели внимание инвесторов останется сосредоточенным на переговорах между Китаем и США. Уже на следующей неделе торговая сделка должна быть заключена, и эти ожидания вернут участникам рынка аппетит к риску, в результате чего заметно снизится спрос на доллар США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова